Вот вы проснутся, а ты уже красивая. Мне кажется, об этом мечтает любая женщина любого возраста. И что только мы не придумываем для того, чтобы быть красивыми и тратить на это минимум времени. Ну и, конечно, современные технологии нам в помощь. И, как вы уже поняли из названия, в видео пойдет о наращивании ресниц. Я поделюсь с вами своим опытом. И сразу хочу сказать, что эта процедура действительно экономит время, и вы действительно просыпаетесь, и вы уже красивая. Но, как и у всех процедур, у нее есть свои плюсы и свои минусы. Давайте я расскажу о них подробнее. То, что я буду рассказывать, это лично мой опыт. У вас может быть все совершенно по-другому. И начну я с того, что готовилась я к этой процедуре в течение, наверное, года. Что значит готовилась? Я думала делать ее или не делать. Почитав хорошие отзывы, я собиралась делать. Почитав плохие отзывы, мне уже не хотелось ее делать. И вот я решилась. Я выбрала себе мастера по отзывам. Я посмотрела ее работы в интернете. Меня устроило то, что она принимает в кабинете, а не дома. Это для меня было очень важно. Вот. Я узнала, сколько будет длиться процедура. И поехала. Сразу скажу, что у меня были страхи. Первый страх – это страх то, что у меня будет какая-то реакция на клей, то, что у меня испортится зрение. Второй страх – это то, что не понравится мне, не понравится мужу. И третий страх – это страх, что я останусь совсем без ресниц после того, как действие закончится. Оправдались ли мои страхи? В какой-то мере – да. И давайте сейчас расскажу. Сама процедура длится 3 часа. Поэтому надо рассчитывать время, чтобы вы не торопились и не торопили мастера, потому что это очень важно. Второй момент. Так как процедура очень длительная, необходимо перед процедурой сходить в туалет. Это очень важно. Я этот момент упустила, потому что пока процедура не закончена, открывать глаза нельзя из-за того, что клей может попасть в глаз, и тогда будет ожог. Вам это надо? Нет. И необходимо заранее выбрать объем. Я этого не сделала. И когда я пришла к мастеру, она спрашивает, что вы хотите, а я говорю, а я не знаю. Единственное, что я знала, что я не хочу кукольного эффекта. И мы остановились на объеме 2D классический вариант. Объем 2D это когда к твоей ресничке приклеивается еще пучок из двух ресничек. Объемы есть совершенно разные, вы можете посмотреть в интернете. И советую побольше посмотреть уже готовых работ и немножко оценить, какой у вас взгляд, какие у вас реснички и что вы хотите в итоге. Как я уже сказала, процедура заняла 3 часа. Я открываю глаза и я понимаю, что я вижу ресницы вот так вот наполовину. Я начала беспокоиться, говорю, а что это? И мастер говорит, что да. Чувство того, что вы видите свои ресницы, будет в течение 2-3 дней. У меня занял этот процесс 4 дня. То есть 4 дня я видела свои ресницы. Мне, конечно, это очень мешало. У меня от этого начинала болеть голова. И честно признаться, в первые 2 дня я думала даже снять их, потому что было очень некомфортно. Мне комфортно еще было из-за того, что я не понимала, нравится мне то, что получилось или нет. Так выглядело все идеально. Но я не понимала, нравится ли мне эффект ресничек. Я не могла привыкнуть очень долго к себе с нарощенными ресничками. Вчера я сделала то, о чем давно, ну не мечтала, а что давно хотела сделать. Я хотела нарастить себе реснички. Вот сейчас смотрю на себя. Нравится мне или не нравится, я пока не знаю. На камере смотрится вроде бы ничего. Вблизи вообще непривычно. Время потребовалось не только мне, но и моим родным и окружающим меня людям. Мнение разделилось на нравится и не нравится. Кто-то сразу сказал, что ой, как здорово. Кто-то так с недоверием на меня смотрел. И самый большой страх, что не понравится мужу, оправдался. Он не понял, что у меня нарощенные ресницы. Он далек от всех этих процедур. Он вообще не знает, что такое делают. Он только сказал, ох, как ты сильно накрасилась. Может лучше смыть. И какое было у него удивление, когда я проснулась, тоже очень сильно накрашенной. Потому что я ему ничего не сказала. Я промолчала. Потом мне все равно пришлось ему, конечно, сказать. Потому что он изо дня в день мне говорил, Катя, зачем ты так сильно красишься? Я привык к тебе не накрашенной. В общем, он до самого конца не мог привыкнуть к моим нарощенным ресничкам. Меня это, конечно, очень сильно огорчало. Наверное, первую неделю у меня было такое состояние. Я не знала, нравится мне это или не нравится. С одной стороны, мне нравилось. С другой стороны, я понимала, что это выглядит как-то неестественно. И меня немножко это смущало. Он в конце концов привык, но потом сказал все-таки, что с натуральными ресничками как-то лучше. Вот. Проходила я с ресницами ровно 4 недели. Смотрите, я проходила 4 недели. То есть, в принципе, еще ничего. Если их еще расчесать, то будет вообще замечательно. Я могла бы ходить и дальше, но они начали потихонечку выпадать. И выпадать все чаще. Вид был, в принципе, нормальный. Я бы могла дальше ходить, но так как мастер далеко за 45 километров, думаю, когда еще к нему подойдет очередь, если я не запишусь сейчас, то потом я просто буду ходить с облезлыми ресницами, и я решила их снять. Очень важно снимать ресницы у мастера. Не самим ни в коем случае. Иначе вы останетесь совсем без ресниц. Так вот. Когда я сняла ресницы, это было что-то. Ну что, мы с Машей съездили на снятие ресниц. В общем, что я могу сказать? Ресниц моих стало намного-намного меньше. Я вот сейчас попробовала накрасить тушью, потому что иначе их вообще не видно. Помимо, конечно, получилось, но ничего не поделаешь. В общем, их стало очень-очень мало. И теперь, спустя месяц, я понимаю, что не все было так плохо, как мне казалось в тот момент. В тот момент я злилась на себя, что я сделала эту процедуру, и зарекалась больше ее никогда не делать. Теперь я думаю совершенно по-другому. Мои ресниц действительно стало меньше. И после снятия мои ресницы стали стоять прямо. Если изначально они были загнуты, то теперь они стояли прямо. Сейчас уже все нормально. Они вернулись к своему прежнему состоянию. Объем, конечно, пока я еще не восстановила, но, в принципе, не все так плохо. Ресницы у меня есть. И сейчас я пользуюсь активно маслом, активно сывороткой для роста ресниц. И все у меня хорошо. В принципе, ничего плохого я не могу сказать про эту процедуру. Буду ли я еще ее делать? Возможно. Только, конечно, не сразу. Нужно дать ресничкам время отдохнуть. Исходя из своего опыта, я бы посоветовала вам внимательно отнестись к выбору мастера, почитать отзывы, посмотреть его работы, заранее выбрать объем. Если вы никогда не делали наращивание ресниц, если вы не ходите с ярким макияжем, то, наверное, я бы посоветовала вам сделать сначала самый минимальный объем, чтобы была возможность привыкнуть, чтобы не резко, как у меня, был сразу такой эффект. Потому что к этому действительно нужно время привыкнуть. Ну и, конечно, соблюдайте все рекомендации мастера по уходу за ресничками. И тогда все у вас будет хорошо. Если это видео было вам полезно, пожалуйста, поставьте пальчики вверх. Мне будет очень приятно. И не забудьте подписаться на канал. У меня там много всего интересного. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok